Друзья, ну в руках у меня поверхностная приманка Jackal Jockey Wobbler. На первый взгляд, эта приманка должна идти в горизонте около метра, смотря на лопасть. У приманки в поджаберном месте есть раковина, которая будет издавать хлюпы, бульки. Но в действительности, когда забросил, увидите, что приманка всплывает и встает рылом вверх. И как бы мы ее не пробовали заглубить, она выскакивает наверх и хлюпает. Проводка состоит из серии двух-трех рывков, после каждой серии рывков делается пауза. Вобблер хорошо работает в условиях тотального мелководья и стелящейся травы, где глубина от ковра до поверхности воды будет не более 150 миллиметров. При ловле на поверхностные приманки очень часто у нас знают, как правило, два типа приманок. Это или вокер, или поппер. В данном случае это воблер. Это классический воблер, но он поверхностный. Именно его расположение в воде под углом 90 градусов позволяет ему быстрее заводиться. И вот этот вот плюх, который создает он при рывке, он его делает не просто лопастью, он его, соответственно, делают еще и за счет вот этих раковин, про которые сказал Константин. Приманка очень эффективно ловит на приазовских лиманах, где она неоднократно была оттестирована, в том числе, насколько мне известно, и Алексеем Шаниным. То, что он выпрыгает из воды, пролетает, это просто вы варьируете степень рывка, амплитуду рывка. Модель, безусловно, очень интересная. И если говорить про поверхностную ловлю, я думаю, что без улова с этим воблером вы не останетесь. Тем более, он оснащен тремя тройниками. Это ему никак не мешает проходить вот эти вот, где-то выступающие к поверхности ковры травы. Потому что, чем больше тройников, тем больше шансов, что она засечется. Друзья, ну, в руках у меня уже легендарная приманка Джекал Хамакуруэр. В природе, конечно, есть как плавающие, так и приманки с нейтральной плавучестью. Но в России у нас сейчас в настоящее время только плавающие приманки. Приманка работает также в условиях стелящейся травы. Ее невозможно загнать в воду. Она работает в горизонте до 300 миллиметров. Проводка выполняется подтяжками. Гибридная проводка. Это подтяжки с элементами твичинга. Приманка хорошо имитирует игру раненой рыбки. И щука просто не может устоять перед этой приманкой. Очень эффективно воблер работает, если мы делаем проводку вдоль камыша, вдоль тростника растущего. То есть это не поисковик, который совершает широкие амплитуды движения. Это воблер для точечной ловли, выманивания хищника из своих убежищ. Это ловля в кувшинках, в зарослях ордеста. Наличие у него трех составных частей позволяет ему как раз своими веклястными движениями расталкивать все препятствия перед ним. Галсы, приманки не похожи друг на друга. И каждый раз он разворачивается. Да, при том, наверное, надо сказать, что он сильных рывков-то как раз не требует. Да, да. Здесь надо комбинация определенной амплитуды средней с подтяжками. Да, да, да. То есть, чтобы были интереснее галсы. Это самый легкий твичинг, будем так лицом. Друзья, в руках у меня сейчас Джекл Майки Слим. Приманка довольно-таки крупная. Это также поверхностная приманка. Но глядя на эту приманку, вам будет казаться, что будете ловить только трофейную рыбу. Но от игры этой приманки не может устоять ей откровенная мелочевка. Вы без улова точно не останетесь. Щука, которая атакует, вот эту приманку, может быть размером с эту приманку? Да, немножко больше этого воблера. Игра и анимация этой приманки схожа с воблером Хамакуру. Также можно его провести как твичингом, так же и гибридной проводкой. По подтяжке с элементами твичинга. В отличие от Дека Хамакуру, который до этого показывали, здесь галсы с содержанием этим воблером немножко иные. Поскольку приманка сама больше, геометрически она чуть с боков более сплюшная. То есть она не такая широкотелая, соответственно, вы можете видеть, что в игре дает некую другую анимацию. Друзья, ну отвечая на вопрос гостя, вновь ставлю воблер Рада Минова. Это морская серия, обладает очень превосходными полетными качествами. И очень хорошо ловит рыбу. Воблер не обладает при игре широкие, не делает широкие галсы, но перед ним не может устоять рыба. Горизонт проводки у этого воблера, заложенный производителем, 0,5 метра. У нас есть практика ловли в водоемах 2-2,5 метра, где мы можем провести эту приманку в придонном слое. Выдерживая паузу, приманка опускается на дно водоема и, производя правильные рывочки, она будет придерживаться придонного слоя всегда. Воблер все-таки изначально создавался, да, я напомню, кто не слышал, это воблер создавался для морской ловли. Это не твичинг, это морская ловля, это равномерная проводка. Его основная задача это далеко хорошо лететь и находиться в своем горизонте. То есть воблер достаточно увесистый, поскольку морская вода, она имеет очень сильную выталкивающую силу. Этот воблер не для новичка, это воблер для человека, который уже в твичинге какие-то азы получил, прошел, да, и понимает, какую снасть под это правильно подобрать, какую амплитуду рывков. Но, тем не менее, это не означает, что вы не можете его положить себе в арсенал и, достигнув определенного уровня, с успехом ловить. Да всегда нужно пробовать и будет получаться. Без практики ни один воблер не заработает. Друзья, в руках у меня свимбейт Джеклс Райт. Это безлопастной воблер. Ну, вот секрет в чем всех безлопастных воблеров? Это твичинг дорожкой. Ну, серия, будем говорить, из 5-6 ударов, ну, соответственно, нужно совершать паузы. Только тогда воблер начинает ловить. Ну, 2-3 ударчика, это будет не совсем правильно. Ну, давайте я вам покажу. Воблер очень хорошо сам заводится. Тонущий воблер, ну, все практически безлопастники, да, они практически все тонущие приманки. Взять, если Бэби Герон, Герон, Утс Райт. Проводка этих приманок схожа. Этим воблером можно производить поиск рыбы на средней площади акватории. То есть его можно использовать в качестве поисковика. И самое главное, что его можно использовать в качестве поисковика, не только облавливая вот акваторию, да, а можно найти горизонт стояния хищника. За счет его именно вот отрицательной плавучести, то есть он тонущий, да, мы можем понять, в каком горизонте у нас сейчас находится хищник. При этом, если изменить угол атаки спиннингом, то данную приманку можно водить, в принципе, под поверхностью. Да, 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 он будет идти, но здесь просто мало, короткое расстояние это невозможно сделать. Да, 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 да. То есть вот, пожалуйста, 10 сантиметров, 15 мы спокойно можем удерживать и ловить в этом горизонте. Друзья, и подошли мы теперь к совершенно тотальному мелководью. Это уокеры, поверхностные приманки, на которые также хорошо клюет щука, ну, все зависит от пристрастий рыбы, конечно. Сегодня она клюет на хамакуру, завтра будет клевать на какие-то воблеры, минов. Зрелищность, атак на поверхностники все же влечет, и ты ставишь эту приманку, и просто адреналин зашкаливает. У меня в руках, да, Бонни 95 обладает очень широкой игрой. Вообще игра приманки завораживает не только рыбы, но и человека. У этой модели два типа размера. Вот эта 95, это старший брат, и есть модель в 85 размере, она меньше. Модель одна, но анимация и степень галсов, которые рисуют эти два уокера, они разные. В 95 можно пользоваться как поисковиком, при том даже когда есть тряпь на воде. Он очень шумный, он достаточно широкую амплитуду создает, вот как мы можем видеть, да, и он с большой площади собирает хищников. Чем он хорош, да, тем, что всегда возникает проблема при ловле именно уокерами, да, как создать вот эту вот елочку, змейку, да, провод, который называется Walk the Dog. Он очень простой в освоении, очень простой в понимании, заводится он очень быстро, и вам достаточно будет потратить там час-два для того, чтобы освоить, ну, все его основные рабочие моменты. И без улова вот с этим поверхностником вы никогда не останетесь. Да, еще одна особенность, мы можем делать одиночные рывочки этого воблера, да, это будет создавать такое некое ощущение рыбки, которая кормится с поверхности. Ватер Макасин – это легендарный уокер, который появился в тот момент, когда только начала свою елочку компания Джекл. Тот самый ватер Макасин, на который ты неоднократно на соревнованиях, да, трофей поставил. Это очень воблер, вокер маленький, но на него клюет достаточно, да, крупная рыба. При этом были моменты, когда на него ловили даже белого хищника. Этот вокер любит энергичную игру, энергичный твичинг, ну, и с элементами, как бы, пауз. Сейчас после серии, там, четырех, пяти, шести ударов мы даем приманке отлежаться на воде. В это время хищник обращает внимание. Ну, он видит, но он позиционируется. Сейчас вот схватить и атакует эту приманку. Очень хорошо показывает себя по ловле котлового окуня, да, то есть стайного окуня. То есть он вот может выбить всю стаю, да. Если вы упрётесь, то вы её выбьете. При этом, если мы обратим внимание на проводку, когда он идёт змейкой, то он не просто поворачивает из стороны в сторону, он заваливается на бок. То есть площадь видимости для хищника, она становится больше в этот момент. Костя, а что ты можешь сказать по поводу его освоения? Это сложное в освоении? Да это нет. Это любой ученик может начать ловить на эту приманку, совершая коротенькие рывочки, лёгенькие. То есть, если хотите начать, можете взять этот воблер и, в принципе, на каких-то мелководных поливах вы будете всегда с уловом.